I have ways of blowing things off. В общем, напомним себе просто, что у нас тут есть. Круассаны и бутылок сока. В нижней полке лежат несколько дождевиков. Так, это я пытался когда-то украсть один из них, и мне пришлось его купить. Ладно. Возьму немного... Это тоже мне все не нужно. Ладно. А, погоди, а поговорить я с тобой нового ни о чем не могу? Да-да-да, все. Ладно, пойдем дальше к эклеру. Нужно в порту пару вещей сделать. И заодно мне было бы, наверное, интересно насчет бизнес-идеи поговорить с чуваком из контейнера, раз мы уже все равно идем в эту сторону. С Маньяной нам нечем. Ну, погоди, а тут новых диалогов у нас уже не будет, да? Да, до свидания. Маньяна. Этот стукач, к которому я зашел, оказалось, у него шикарная коллекция. Да, это не надо было говорить ему, и не нужно. Они не должны знать, что я к нему заходил. Голобомер, блин. Так, рация была где-то здесь, по-моему. Ну, рация, передатчик, мне кажется. Сейчас посмотрим. Это не он случайно? Ким. Как достать из него передатчик? Офисное радио. Да, обычное офисное радио. Обычно на них есть такая маленькая кнопочка. Ах, да, на ней написано «Открыть!» Лейтенант указывает на боковую панель радиоприемника. Нажать на кнопку. Раздается приятный щелчок, и защелка открывается. Теперь можно без проблем извлечь передатчик. Изучить передатчик. В нем нет ничего необычного. Размером со стандартную коробку из-под макарон с рычажками из... прессованного пластика. Офигайся, прессованного. Что тут еще добавить? Если бы этот передатчик был человеком, то работал бы бухгалтером в крупной транспортной компании. Обычная рабочая лошадка. Ничего выдающегося. Надежный и неприметный. Как раз по мне. Полагаю, практичность тоже своего рода эстетика. Да, вот так вот. Да, надежный и неприметный. Именно так я бы вас и описал. Несмотря на то, что передача, кажется, воспринялась твои слова как комплимент. Как думаешь, с этой штукой у нас получится связаться с коалицией? Лейтенант, пожимать плечами. Вы неоднократно удивляли меня по ходу нашего расследования, но на этот раз, я думаю, такой сценарий маловероятен. Ты вытаскиваешь передатчики, и назойливое гудение радио прекращается. Теперь оно молчит, как надгробный камень. Хорошо, я доволен. Мы нашли передатчик, и нам даже не пришлось его покупать. Сила воли. Погодите. У меня тут триггер, который, оказывается, я обновил. 92. Если здесь что-то испрятано, то найти это будет очень сложно. Однако концентрации тут недостаточно. Только опытному бухгалтеру, который имел дело с поставками, удалось бы разобраться с этой информацией. Однако ты нашел также небольшую записку, написанную от руки, прилипшую к стенке ящика. Посмотреть. Похоже, это какой-то список дел, написанный крупными и неровными заголовными буквами. Лео, не забудь обувь Эврара, особый борщ в танцах, полить растения Эврара, подмести в офисе, и еще плакаты. Все пункты списка зачеркнуты, а сама записка скомкана. Вермский лейтенант. Окей, смотри, это список дел для Эврара. Он изучает записку, должно быть, ее оставил один из его помощников. Здесь нет ничего обличающего. Особый борщ. Странным образом выделяется в этом списке. Что же такого особенно в этом борще? Может, борщом они называют наркотики? Спиртное? Кровь? Посмотри на записку еще раз. Обувь, борщ. Все пункты зачеркнуты, самозаписка. Закрыть ящик. Ящик послужно закрывается. Записка, борщ. Погодите. Опустить таксофон. Ну, нет. Это на самом деле первый таксофон. Второй у нас есть возле рыбного рынка. Там, где нам предлагают за 10 копеечек позвонить на рандомный номер. Наверное, пожалуй, стоит это было... Это сделать в такой игре. Это явно оправдается. Просто опять же деньги, деньги. Так. Тут у нас ничего новенького не появилось. Видите, я случайно... Забери его, начи вот так лежать и останется. Никому здесь нет дела. Забрать мундир. Мундочку. Королевского карабинера. Наверное, Рене это уже не понадобится. Глядит он на мундир. Но, на мой вкус, наряд слишком цветастый. Это нужно для работы и все такое. Замечательно. Постарайтесь не носить ее с такой же цветной одеждой. Хорошо? Откуда здесь чертов мундир? Вполне подходящий передатчик. К национальной гордости за Ревашоль. Скорость реакции. Фига себе. Скорость реакции всегда хорошо. Там больше ничего нету, да? Нету. Супер. Не зря. Не зря вернулись. Вот. Контейнер. Пойдем, Ким. Я тебе покажу кое-что. Ты там пока дрых. Я тут такое нашел. Там, чувак, пространство деньгами изгибает. Прям вообще не поверишь. Какой-то был триггер там, по-моему, очень сложный или что-то такое. Я уже забыл, честно говоря. Сколько серии подряд-то было? Ничего не хочешь сказать? Так, концептуализация. Изложить надежный план инвестиций. Концептуализация. Погоди, погоди. Сейчас. На данный момент я одел пару вещей. У меня стал шанс 28%. Я думаю, если улучшить шанс концептуализации... Я вот один очок сейчас сюда вкинул. Сколько нам это будет давать? Где-то 30 с чем-то процентов. Хоть бы 40, но... А, 42. Нормально. Хорошо. Значит, F5. Пробуем. Спасибо. Загружаемся. 42% это довольно внушительно. Я думаю, что можно рискнуть. Оно с 28 прыгает сразу на 42. Если бы с той дверью у меня получилось добавить еще хотя бы один поинт, у меня тоже было бы 42. Ладно, сейчас. Получилось. С третьей загрузки. Неплохо. Подготовка генератора концептуальных терминов. Все системы работают нормально. Запуск через 3, 2, 1. Пора изменить будущее. Ты должен оставаться голодным, смотреть свежим взглядом и сфокусироваться на том, что важнее всего на детях. Тебе следует вложить средства в молодежный центр. В молодежный центр? Значит. А что за центр такой? Ну давай, скажи ему, что он хочет услышать. Там детям из низкообеспеченных семей будут перебивать либеральные экономические ценности. В этом центре будут воспитывать лидеров завтрашнего дня для государственной службы. Но обычный молодежный центр с баскеттольными площадками и всем прочим. Нет, нет, нет. Нужно мыслить шире. Вот так? Спасибо. Гениально. Если не будет детей, кто станет покупать вещи в будущем? Да, если не выгорит, мы в любой момент можем переделать все в торговый центр или в частную инвестиционную фирму. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, то обязательно открывается окно, верно? И какова ожидаемая прибыль? К вашим услугам всегда будет высокообразованный и готовый к работе человеческий капитал. Отлично. Теперь ты сам по уши в ультралиберализме. Впечатляет. У вас просто талант находить необычные инвестиционные возможности. Спасибо. Обычно я не делаю такого без просмотра полноценной презентации. Но к черту. В смысле... В чем смысл быть богатым, если находить всегда... Если приходится всегда соблюдать правила. СТО РЕАЛОВ! Вот ваш стартовый капитал. Этого должно хватить, чтобы реализовать концепцию и запустить проект. Дзинь-дзинь. На что потратим? На спиды, на водку, на сигареты? Спасибо за твою нерушимую веру в меня. Помни, это не благотворительный взнос, а инвестиция. И я ожидаю от нее доходов. Ведь она пребывает в полнейшем ошеломлении. Он слегка открывает рот, но потом снова закрывает его. У него что, инсульт? Ну что, думаешь, Ким, неплохо? Ким, с тобой все в порядке? Да, все в порядке. Ему требуется пару моментов, чтобы взять себя в руки. Теперь мы можем идти? Итак, я могу вам еще что-нибудь чем-нибудь помочь господам? Спасибо. Не надо. 127 Реалов. Я там говорил, где деньги достать, да? Какая у меня там была рубашка? У меня была эта броня, да? Именно сэмпатия. Ух! На 100 денег разжились. Прямо шикарно. Так, знаешь, что мне интересно? Что там за записка была, а? Это же... Ты точно об этом что-то знаешь? Это ты, тот Лео, который написал записку, что нужно сделать больше плакатов? О, да, да, с готовностью отвечает он. Я себе много всяких записок оставляю. Голова-то уже старая, много в ней не держится. Я про борщ чуть не забыл. А что там про борщ? О, да, я нашу работягам особый борщ из танцев каждый день. С тех пор, как началась забастовка, он весело хмыкает. Это мировой суп. От него становится тепло и хорошо. Он широко улыбается, пока чуть голой. Каждый раз после обеда чувствую, что могу разобраться даже с огромными псами господина Ренадина. Мощный, однако, борщ, да? Никто не слышал, что борщ превращал тщедушных мужичков в победителей огромных псов. А вот алкоголь. Что же ты имеешь в виду, когда говоришь, ношу этот суп ребятам? Он для бастующих? Да, да, я им его и ношу. Борщ поддерживает их бодрое настроение и боевой дух. От него внутри становится так тепло, а готовят его в танцах. Погоди, а кто в танцах его готовит? О, их не повар. Он говорит, они все время болтают с господином Маньяном иностранным на речи и хохочут. Он по-нашему-то не говорит, он из Града. Похоже, ты больше что-то добавляет. Я выясню, в чем дело. Я выясню, вообще без проблем. О, конечно, конечно, какой разговор кивает тщедушный мужичок. Так и сделай, да-да. Да-да. Он не понял, что ты имеешь в виду и сейчас просто кивает. Ладно. Особый борщ. Хорошо. Это тот странный повар, да. И с Маньяной надо бы поговорить, кстати. На выходе можно будет с Маньяной потрепаться. Центр для детишек строить будем. Ну-ну. Так. Эклер. Тварина. Я думал, я от тебя уже избавился. Но, блин, нет. Хорошо. Господин Дебуа, по Мартынину заходит слухи, что некий офицер полиции снова соединяется с вентабельным оружием. Потом говорит он, поздравляю, друг мой. Я предпочитаю полицейских с оружием. Вот так я старомодный. С оружием можно сделать много. Такое, что без оружия не добьешься. Так, чем могу помочь? Помните, я спрашивал про контейнер? Оказывается, там сидел супербогатый... Я встретил девушку по мене Ассельна. Он сказал, что работает... Что работает с вами. Забавно. Толстяк линиевый. Я такого не припомню. Гарри. Забавно. Замечательный тенант. Поднимай глаза от своей записной книжки. Она хотела организовать производство наркотиков в старой церкви на побережье. А, это Ассельна. Он постукивает себя пальцем по виску. Да, кажется, припоминаю, я отправил туда эту юную красотку, чтобы она оживила обстановку. Открыла для местных анодную музыку. А еще приказали организовать лабораторию по производству амфетамина. Лаборатория по производству амфетаминов? Он, кажется, удивленный. Это весьма морально и безнравственно. Кроме того, опасно для здоровья. Но я слишком хорошо понимаю современную молодежь. Что за музыку они слушают? Что за наркотики принимают под нее? Он качает головой и грустно улыбается. Похоже, вы пытаетесь организовать местную лабораторию по производству амфетаминов. Произносит лейтенант с нехарактерных для себя нотками презрения в голосе. И бог знает, где откопали для этой цели людей, которые не в ладах с законом. Откапывая бог знает, где? Толстая к шумному дыханию. Это Ассель, дочь Мимо Кабаба, который получает свое прозвучие за то, что убил кебабом человека. Мне кажется, дочь человека, который совершил убийство при помощи кебаба, справится с маленьким ночным клубом. Вы так не думаете? Мимо Кебаб? Серьезно? Мику Кебаб? Серьезно? Может, его звали Багавир или Якуб. Он стремляет взгляд вдаль, будто пытается что-то припомнить. Может, Конрад или что-то в этом роде. Как бы там ни было, я пресек производство амфетаминов, но оставил им ночной клуб. Ночный клуб. Он постукивает себя пальцем по подворотку. Горячий, как старомотный. После работы я люблю послушать рок-н-ролл и выпить чего-нибудь безалкогольное. Ночные клубы меня не интересуют. Это хорошо. Но поглядите на меня. Разболтался о себе. У вас ведь гораздо более важное дело. Он становится серьезным. Скажите, Гарич, я могу помочь. Спрашивал про контейнер. Я не хочу говорить ему про контейнер. Я не хочу говорить ему про пистолет. И про борщ тоже пока не хочу говорить. До свидания, враг. Мне кажется, любую вещь, которую я скажу, она будет потом буквально использована против меня. Поэтому давайте я сначала разберусь с борщом. Алкогольным. Надо Гарту сказать. Мол, чувак, что у тебя на кухне творится? Сейчас посмотрим, хочу ли я говорить об этом с Маньяной. Потому что он явно с поваром на одной волне. Вот сюда. Честно, я думал, что мы с Эклером уже не пересечемся. Ну, ладно. Эта тварь меня очень сильно бесит, очень сильно раздражает. Я надеюсь, что... Мы, возможно, сможем ему как-то подгадить под конец игры. Но это, маловероятно, он слишком хитрый, слишком изворотливый. Так, тут мы вроде все сделали. Так, хорошо. Маньяна. Который завтра. Что ты мне можешь сказать по этому поводу? Этот стукач... Так, нет. Что-нибудь, знаешь... А, с Маньяной мы даже не можем поговорить. Повар. Так, а вот сюда? Нет. Ничего. Мы тут можем пройти? Да, мы можем и тут пройти. Нужно позаглядывать в какие-то старые закоулки. Старые, вот как, например, в этот ящик мы сейчас заглянули, и... Получилось довольно неплохо. Узнали про квест с борщом из ящика! Черт, побери. Неплохой мы такой кружок накинули. Ну что ж... Гард... Я видел еще кое-что. Поговорите о другом? До свидания. Ты ничего не знаешь, да? Я сказал, ты друг Маньяна. Это правда? Слово Маньяна привлекает его внимание. Улыбается, рассыпается целая череда незнакомых слов и энергичных жестов. А потом снова замолкает. Что это за борщ ты варишь? Указать на большую кастрюлю. Мужчина произносит пару фраз на своем странном языке и ждет твоего ответа. По-моему, он задал вопрос. Он не знает твоего языка, можно просто сказать что-нибудь крутое. Меркурий входит во второй дом. Мужчина смотрит на тебя, потом на суп. Сияет. Берет с полки бутылку. С барж надо больше водка. Так, значит, рабочие бодрые и веселые благодаря водке кивает. Он хитро придумал профсоюз. Ну, конечно, водка, значит, что-то очень-очень особый борщ. Жахни еще побольше и попроси налить тебе. А по правде сказать, жахнуть побольше водки опасная идея. Ты все и так... Тут все и так на проховой бочке. Нет, не надо водка. Давайте вот так. Особый борщ. Повар кидает на тебя долгий разочарованный взгляд, выключает плиту и кажется, ждет, что ты заговоришь. Все, разобрались. Ну, ладно, еще пол ячейки заполнили себе. Девностном задании были. Борщ с водкой они тут готовят, ты прикинь. Гард! У тебя тут борщ с водкой готовят, ты в курсе? Ладно, тебе это не надо, до свидания. Хорошо, пойдемте туда сквозь Е побеседуем. Мне интересно, как я могу фигурку отдать этой Деи. То есть, как-то же я ее могу, может быть, встретить. Я надеюсь, что это без участия какого-то там наркотика, в алкоголе и всякое такое. То есть, я могу где-то по-другому с ним встретиться. У нас тут и так приходы уже случались. Еще раз, что у нас по заданиям вообще осталось? Найти орудие. Ботинки профукали, Долорес. Я вот сейчас не знаю, что этим. Возьмите ответственность. Мне нужно с... Ой, мне нужно поговорить с Соной. Узнайте. У нас вообще-вообще мало заданий осталось. Погодите, давайте я сейчас сохранюсь. Я не хочу, чтобы это было последним заданием, потому что мне нужно взять еще ответственность. Мне вдруг показалось, что мы резко выходим на финишную прямую. Я очень надеюсь, что это не так. Потому что я хочу больше. Рад, что вы вас видите. Она устала улыбаться, опираясь спиной на перила. И о поведении что-то изменилось. Она устала, смирилась со своей судьбой. Она здесь с тобой. И будь что будет. Парни Харди рассказали нам, что произошло на самом деле. Понимаю. Настаять чашку кофе на столик. Вот так. Никакого сопротивления. Плечи слегка опущены. Длинные ногти вытянуты. Кажется, вы не удивлены. Вы ждали этого. Я знал, что существует вероятность, что вы заставите их рассказать. Это ведь ваша работа. Вы полицейские. Поверьте, мне действительно жаль, что вы потеряли время из-за меня. Хорошо. Сначала уладь все недоразумения, которые возникли между вами, а затем переходи к вопросам. Это вовсе не хорошо. Как раз наоборот. Она же сейчас начнет диктовать тебе условия. Цыц. Я слышу, что она говорит. Если вы понимали, что правда в конце концов всплывет, зачем же было тратить наше время? Это все из-за парней Харди. Я не могла так просто бросить их со счетов. Они всего лишь пытались мне помочь. Она выпускает взгляд. Помочь выкарабкаться из этого дерьма, в котором я попала. Недостаточно веское оправдание. Но вы правы. Это еще не все. Не все? Вы подчиняетесь коалиционному правительству, а значит, морали интерну. Она тянется за новой сигаретой. Беглый взгляд через плечо на море. Она уже не раз так делала. Скорость реакции меня вытащила. Серьезно? Необъяснив, морские просторы занимают весь залив и уходят за горизонт, отливая золотисто-серым при дневном свете. Что там дальше? Серость. Изола мунди. Акцидент. За ними аранья. Старый, старый, старый свет. Поэтому постоянно оглядываетесь. Вы боитесь марлитерна? Она кивает. Вы ведете для них базу данных и отправляете людей к ним на суд. Женщина прикуривает сигарету. Это одна из причин, по которой аранья вызывает у вас дурные воспоминания? Это как-то связано с тем, что вы были мисс аранья? Она осторожно улыбается, если бы. К сожалению, нет. Это одна из причин, по которой аранья вызывает у вас дурные воспоминания? Она кивает. Меня ищут. У этих людей есть друзья в марлитерне, а некоторые из них и сами марлитерн. Стоит мне только появиться в ваших записях и они найдут меня. Найдут. А если найдут, то что? Убьют. Если вы укажете мое имя или вызовете меня для дачи показаний, я сразу попаду под жернов марлитерна. Она вздрагивает и вымучена улыбается. И тогда я в полной заднице. И из-за какой-то нелепой случайности не имею никакого отношения к этому убийству. В полной заднице? Ее ищут? Люди из марлитерна? Нифига себе. Аранская литра. Приехали. Похоже, в какой-то веке тебе удалось достать ее врасплох. Вообще-то она все-таки имеет некоторое отношение к этому убийству. Вы же сказали, что изучали Аранскую литру. Тогда, что это за дела с преследованием? Я действительно изучал. Еще у меня была подработка. Я подрабатывала... Я продавала страховки. У меня отлично получалось. Ко мне обратились из банка. Они назвали это конкурентной разведкой. Она улыбается. Как бы исчезла с культурной сцены. А после этого я как бы исчезла с культурной сцены. Что такое сделали, что вас теперь ищут? Дело было... Дело было не из приятных. Но все в рамках закона. По крайней мере здесь, в Ревашоле. Да и в Аранье. Чем именно вы занимались? Промышленным шпионажем. Я поступил на работу в одном предприятии, чтобы потом передать его. Все прошло достаточно хорошо и меня попросили сделать это снова. На сей раз компания покрупнее. С такой, с которой очень-очень не хотелось бы связываться. Я получил доступ к их бухгалтерским документам к данным за два десятка лет. Видите, она постукивает по блокнотам. Мне нужны названия компаний и имена тех, кто вас нанял. Речь идет о сберегательном банке округа Лосдейн. На первый взгляд компания выглядела незначительно, но они входят в конгломерат Лоскап. Это было моим вторым заданием. Первым была одна печатная компания, вряд ли вы ее знаете. А что касается моих нанимателей, не знаю, кто они, но они меня тоже ищут вместе с Лоскапом и их друзьями из МИ. Морали Этерны. Ну да. Она тяжело вздыхает. Как только вас раскрыли как участника коррупционной разведки, у вас больше нет союзников. Вы становитесь прокаженным. Лоскап разрабатывает сценарии фиксированных катастроф в индустриальных странах. В этот конгломерат также входит банк освещения, Эйрберг и популярная марка молочных продуктов. Папа Лолло. Ага, совершил так. Папа Лолло. Ага, гребаный Папа Лолло хочет меня убить, она улыбается. Ну и кашу вы заварили. Да уж, многие потеряли работу, не только руководство, обычные люди, а то, что я сделал с их бухгалтерией. Качает голову, пытаясь прогнать эту мысль. Многие пострадали, добавляют завершение она, но это лишь моя проблема и не вам ее решать. Вам нужно убийство расследовать. Что произошло здесь, в ту ночь, когда он погиб? Мы были там. Она показывает в окно, где видны очертания кровати, вместе, в постели, я имею ввиду. Расскажите, что именно произошло? Ну ладно, она делает глубокий вдох, он стоял на коленях, только вошел. Я лежала на спине, смотрела на него, услышала, как позади меня разбилось окно, повернулась, посмотрела, увидела отверстие в стекле, снова повернулась к нему, она выдыхает, на ней повисает тишина, его глаза смотрели сквозь меня, рот был распахнут в безмолвном крике. Я видела. Безумная боль проходит сквозь нее за предельной темной волной. Несмотря на это, она продолжает. Я знала, что он мертв, еще до того, как он упал на меня. Что произошло потом? Он был тяжелый, я спихнула его с себя, он упал на пол вон там, она показывает в окно. Но там на нем была только обувь. Я прикусила подушку, чтобы не закричать, затем побежала вниз. Вот таким образом на нем была только обувь. Ага. Повисает долгая пауза. Она просто стоит, опустив руки, затем продолжает. Я ждала второго выстрела по мне. Я думала, он непременно будет, но так и не дождалась. Она позабыла о своей сигарете, а гонек уже подбирался к ногтям. Мне жаль, что он пришлось через отпройти. Вы уверены, что это было на самом деле? Сигарета. Ой. Она обращает на нее внимание и быстро отбрасывает бычок в сторону. Вы уверены, что так и было? Я вас не обманываю. Она сразу же прикуривает новую. Возможно, временами неверно мы ее толкуем, однако в этот раз все так и правду дева говорит. Спасибо, драма, блин. В котором часу это было? Когда это произошло? Нам нужна еще как можно более точная информация. С 23.30 до 0.15. Точное время, не знаю, около полуночи. Хорошо. Он делает заметку в блокноте. Вы находитесь в состоянии опьянения? Находились в состоянии опьянения? Нет. Не так сильно, как обычно. Он лицевые спазмы и сильнее, чем обычно. Тит говорил, что выглядит как будто изрядно накачались. Ну да. Она наклоняет голову на бок. Я снюхал одну из его дорожек, просто чтобы разум прочистить. Отличная мысль. Прочистить разум. Тебе нужно прочистить разум. Проникнуться его мыслями. Нет. Может, вы видели или слышали стреляющего? Нет. Что делали после этого? Ничего. Я была в ловушке. Я не смогла выйти из своей комнаты внизу натянул на себя какую-то одежду, заползла обратно, завернула шторы. У него изо рта текла кровь. Не сильно. Совсем чуть-чуть. Он все еще лежал на полу, развалился. Я больше не могла находиться рядом с ним, поэтому побежала вниз прочь из номеров в коридор по ступеням. Я знал, что там будут люди. Что произошло после того, как вы сбежали вниз? Сильви стояла за стойкой. Сильви стояла. Она опускает глаза. В баре было полно народу. Парни Харди заняли столик напротив сцены. Думаю, в зале для профсоюза не было мест. Руби тоже была там. Они веселились. Она ненадолго молкает. Я села к ним за столик, они были рады. мне даже не нужно было ничего говорить. Руби уже знала, что что-то не так. Руби? Чем мы продолжим наш разговор? Кто такая Руби? Руби. Ну, знаете, она среди них главная. Попалась. Главная среди парней. Это не парни Тита, это парни Руби. Главная? Среди кого? Среди парней Харди. И произносится она так, словно это не нуждается в пояснении. Я думал, Харди главный среди парней Харди. Ну как, формально, да, Руби тот человек, к которому обращается, когда что-то случилось, что-то такое, с чем необходимо разобраться. Она организатор. Можно ли ее назвать, он бросает взгляд, восьмым парнем Харди? Почему нет? Ладно, давайте продолжим, что было потом? Ну, Руби предложила поговорить наверху, я показалась, что в номере с этими людьми. Я познакомилась еще в декабре, они в курсе моей ситуации, знали, что мне нельзя оставлять документальный след. Руби была первой, кому я рассказала. Она сказала, что решила этот вопрос, ну, знаете, это ведь как раз по ее части, решать вопросы. Я помогла ей оттащить тело в ванную, с помощью ремня мы поставили его под душ, чтобы он стоял вертикально, чтобы сбить тебя с пути. Они подделывали доказательства, чтобы под трупным пятнам можно было понять, что его повесили. Ну да. Мы совершенно не заметили, что с телом что-то не так. Похоже, вы все сделали вовремя. Сколько прошло момента смерти? Минут 20? Да, около 20 минут. Руби объяснила, что при этом кровь, ну, вы знаете, как это бывает, она смотрит под ноги, затем поднимает взгляд своих светлых карих глаз на тебя. Что было потом? Руби вышла на улицу, чтобы поговорить с Титами, парнями. Я просто смотрела на Лили в ванной. Мне пришлось одеть его, надеть броню, было непросто. Но я так много раз видела, как он ее снимал и надевал. Например, через полчаса Руби вернулась и привела Тита. К тому моменту... Загорелся свет. К тому моменту у меня уже было все готово. Они вынесли его, я знала, что они собираются делать. Оставить все так, чтобы выглядело, будто повесили Руби... Руби так сказала. Чем вы занимались, пока они его вешали? Руби сказала... Свет опять выключился. Серьезно? Что происходит? Руби сказала подождать здесь, а еще сказала, что мы с ней какое-то время не увидимся, что мы должны залечь на одно или вроде того. Так я и сделала. Это Руби. А где она сейчас? Не знаю, я ее больше не видела. Нам придется расспросить парни Харди. Блин, тут такой пинг-понг. Классе, Тит, Классе, Тит, Классе, Тит. А, серьезно? Интересно, с какой стороны Руби вообще предпринимает столько усилий, чтобы скрыть чужое преступление? С этим нужно разобраться. Ты что делаешь? Выдвигаю теорию. Она говорит, что не успела даже ничем рассказать, а Руби уже знала, что что-то не так. Как-то возможно. Внизу было шумно, она не могла услышать выстрелы. Кстати, да. Это очень разумно. Хорошо. И вот ты уже выдвигаешь теорию, которой виноват кто угодно, но не Классе. Подозрительно. Я бы, честно, сказал, что это логично. Когда это случилось? Вы слышали выстрел? Думается. Возможно. Не знаю. Звон разбившегося окна заглушил все остальное. Выстрел был не настолько громким. Нужно принять это внимание. Когда будем оценивать расстояние, с которым он был сделан. Это вы убили, Лили? Что? У нас трудно сыграть с последней остатки сил. Думаете, я добровольно вышла бы на это безумие, чтобы загнать себя в такую ловушку? Она умолкает. Ветер усиливается. Если бы не я, он был бы до сих пор жив. Я знаю, но я никогда не причинила бы ему боль. Нужно быть готовым к любому безумию, если в деле замешаны наркотики. Эх, славные, хорошие наркотики. Это могло быть убийство на почве страсти. Может, из ревности? Он же был на службе. Наверняка, у него где-то рядом был пистолет. Она могла дотянуться до него, до военного оружия с оболочными пулями. То есть, теперь у нас внезапно появилась масса различных теорий, хотя совершенно очевидно, что вы просто тычете пальцем в небо. Тем, кто находился внизу, пришла в голову безумная идея, что это вы убили. Так. Если это была самооборона, то все в порядке. Так. Страсть превращает людей в локко. Рокотики были неотъемлемой составляющей ваших отношений. Возможно, они привели к такому исходу. Что это значит? Становитесь ли вы агрессивны под воздействием наркотиков? Спасибо, Ким поддержал. Красавчик. Нет, она качает головой. Люди принимают наркотики не за тем, чтобы убивать друг друга, а чтобы чувствовать себя лучше рядом с другими людьми. Я думаю, вы, Ревашульцы, лучше осведомлены о таком. Она умолкает. Простите, детектив, у меня просто стресс. Ага. Наверняка, где-то рядом лежало оружие. Вы воспользовались им? Я не могла его не брать с собой оружие, когда мы вместе. При нем была только эта дурацкая броня. Пуля в голове оболочная армейского образца. У кого еще здесь боевая винтовка? Не знаю, винтовка есть у его друзей. Может, его убили эти психи. У военных из коалиции есть винтовки. Я не специалист по вооружению, и я в него не стреляла. Когда мы раньше говорили о пули в голове, она была... В голове его была она, возможно, искренне не до конца. Смотрите-ка, кто пробудился. Ото сна длиной в тысячу лет. Вы обманули меня по поводу этой пули, когда я сказал, что в него стреляли, а вы сказали, что не понимаете, о чем я. Я уже извинилась. Чего вы от меня еще хотите? Я как могла старалась говорить правду, но мне не всегда получалось. страсть превращать людей в локу. Она лишь качает головой. Если это была самооборона, то все в порядке. Я не убивала его из страха быть изнасилованным. Возвращает она. Я уже говорил об этом. Все было иначе. Глаголи дева истину. Ну, хорошо, хорошо, отбросим пока что. Его могли убить люди, которые ищут вас. Это было первым, о чем я подумал, когда услышал о зоне разбившегося стекла. И что? Я подумал, что они нашли меня, что убили его, чтобы наказать меня. Всю прошлую неделю я старалась ни с кем не разговаривать, чтобы меня ни с кем не видели. Она глядит на свою сигарету, чтобы другие люди не пострадали. Однако в итоге я понял, что это уже паранойя. То, что произошло, не имело ко мне никакого отношения. Как бы то ни было, такой вариант нельзя исключать. Мы не можем заняться лоскапом. Сейчас не время. У нас пока есть другие, более логичные зацепки. А я вас не прошу, лейтенант. Единственное, в чем я сейчас уверен, так это в том, что вы ничего этим не добьетесь. Если они хотят меня убить, то убьют. Если захотят поиграть, то так и сделают. Она уже давно пришла к этому выводу. Если вы скрываетесь, то зачем было звонить в полицию? Да потому, что я дура вырывается у нее. Показатель того, что она говорит правду. Дура? Она далеко не дура. Вы еще не хотите убедить нас в этом, но вы не дура. Поймите, местные, никто не хотел звонить, а он продолжал разлагаться, а потом они содрали с него одежду. Этот мелкий засранец начал бросать от него камни. Она стиснула зубы, горло подрагивает. У нее все силы уходят на то, чтобы сдержаться, не сдержаться, не склипнуть. Хотя бы раз. Всего разок. Он три дня швырял в него камни. Я все слышал. Бум. Бум. Она качает головой. Поэтому я позвонила вам. Я всем сердцем надеюсь, что это не станет последним, что я сделаю в Ревашоле. С кристальной ясностью понятно. Звонок был от нее. Задание закрыто, ведь ложью слова девы быть не может. драма, чтоб тебя. Боже, и тут вранье. Как же так... Кто же тогда... Звонок был от нее. Силовали... Так, и тут вранье. Кто же тогда звонил? Она, кто же еще? Чувак, не будь параноиком. Сотрудники полиции не подобаются так исти. К тому же, ты от этого начинаешь потеть. Когда заменили стекло? На прошлой неделе. Ангус и брат Тита, кажется, его зовут Типс, позаботились об этом. Она затягивается. После этого тебе нужно будет еще раз взглянуть на окно, реконструировать события вон там. Внутри в ее спальне. Да, краем глаза ты замечаешь блеск стекла. Полагаю, на этом все. Женщина молчаливо кивает. Она даже не курит, просто берет в руки чашку с остывшим кофе. Эм... Тина бросает взгляд на тебя потом на дверь. Все? Или может... Думает он... А не следует ли ее арестовать? Она ведь может сбежать. К тому же она врала, ее нужно заключить под стражу. В том, нет необходимости. Постойте, оставьте же ее в покое. Пришлось так много и пережить. К чему опять полиция? Жестокость? Драма. Да проснись же. Этого нам не переубедить. Если хочешь посильнее надавить на нее, придется разбудить многоликого. 92%. Сработай, пожалуйста. Спасибо. Кто? Что? О боже мой! Попали мы в ловушку лжи. Она могла убить любовника и всех нас обмануть. В ней искренности не на грамм. Один туман до отражения смутные до призрачной миражи. Как знать, быть может и зовут ее иначе. Ведь имя настоящее она бы не стала называть. Арестовать ее немедленно. Не дай ей затянуть нас глубже в паутину лжи. Спокойно! Не нужно переигрывать в процессе смены курса. Сначала вопросы. Да, начни сверху. Реши внизу, как мы всегда и делали. Не спеши. Ким, почему мы еще не арестовали? У нас могут быть основания, как минимум, чтобы задержать на длительный срок. Тихо всклипывание. Она слышит, о чем вы говорите и теперь озирается по сторонам. Где валиться? Что? Она нервно стучит ногтями по стальным перилам. В шуме ветра слышен холодный звон металла. У нее дрожат руки. Она только делает вид, что не слышала, как ты назвал ее девалицей. Знаете, мне кажется, это не вы звонили в участок. Это была я. Она делает шаг в твою сторону. О чем вы? Я позволил вашему дежурному или как вы его назваете? Номер телефона расклеены по всему городу. В случае чрезвычайной ситуации звонить 8102. Мы, кстати, на дереве это видели. Мне ответила, пожалуй, женщина. Было похоже, что она курит. Она приняла мою жалобу, кашляла. Это действительно номер дежурного. Миссир. Известен каждому дежурный номер. Делов-то осмотрись и позвони. Не верю ни единому я слову. В котором часу вы позвонили? В четверг ночью поздно после 12 митинант кивает тебе. Время сходится. Номер может указать кто угодно, а что там кто-то качал, еще ничего не значит. Я же знаю, когда был сделан звонок надел глубокий вдох. Я понимаю, что была не до конца откровена с вами, господ, но сейчас я говорю правду. Извиняющийся тон провинившейся шестиклашки. на самом деле вас зовут Николаси Аманду. Согласен, лейтенант оборачившись к ней. Вы бы не сказали нам свое настоящее имя, по крайней мере, пока вас ищут. Хорошо, внесапный голос срывается, словно кто-то затягивает гороту вокруг ее шеи. Что? Хорошо? Хорошо, это не настоящее имя. Отлично, теперь вы можете сказать мне правду. каждую неделю сдаете отчеты, все они отправляются в коминсур. Я же не могла просто попросить вас не указывать мое имя, поэтому я вас обманула, как обманула и раньше, как обманывала СБОЛ. Мне все время приходится врать, она смотрит на свои руки, на блесший белый лак в ногтях. Я так устал от этого. Эта история с паспортом тоже бред Сивы Кабилы, Сивы Кабилы, Сивы Кабилы о том, что вы спрятали документы. Нет, он закрыт в пластмассовом буе на побережье в тростнике, просто он не на имя Класси Аманду, он выдан Анук Мейер Смит. Поддельные документы? Паспорт и виза, кивает она, выданные мне благотворителем. А, работодателем. Я даже не могу ими воспользоваться. Возможно, мою работодателю сообщил кому-нибудь фамилию Мейер Смит, чтобы навредить мне. Зачем им это? Я не явилась на место встречи. Они к этому очень серьезно относятся. Она постепенно объясняет, я не пришла, потому что боялась, что они что-нибудь со мной сделают. Здание было выполнено, и я стал обузой. Где находится этот буй? К западу от пирса, в тростнике на побережье. Уже она указывает на запад, в сторону горстки развалин на горизонте. Я спрятал его там, как только приехала сюда, и с тех пор не проверяла. Я даже не уверена, что смогу его найти. Все бессмысленно. Ветер крепчает. Ты чувствуешь, как у тебя по смене пробегают мурашки. Где-то на западе в воде плавает небольшой пластмассовый шар ржавого цвета перестоявшего чая, а от него к поверхности поднимается мелкий пузырек воздуха. Что происходит? Длинные руки спиц крутят, поворачивают буй, изучают его, словно волшебный шар предсказаний. Пытаются найти способ открыть его. Смысл есть всегда. К западу от пирса в тростнике. Мы должны проверить этот буй. К западу от пирса в тростнике. Хорошо. Лейтенант делает заметку в блокноте. Пожалуйста. Он в тростнике к северо-западу отсюда. После сломанной канализационной трубы сразу воды. Сломанная канализационная труба к западу от пирса. Надо будет глянуть. Как вас зовут на самом деле? Катажина Аласье. На ее лице появляется робкая почти полезная улыбка. Градское имя. Из земской или юга града. Совершенно не подходит для уроженки акцидента. Запах моторного масла, тайги, экономическое разорение алкоголизма на почве увеличения рок-музыкой. А еще получается, что Класье это почти акроним от Катажины Аласье Класье. Да, 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 кстати, погодите. Это сокращение от Катажины Аласье. Она кивает. Я поддалась сантиметрам, сантиметрам, сантиментам. Хотела, чтобы здесь во мне было больше меня. Хотя, хотя бы в этот раз. Поэтому использовала свои прозвища. Прозвища? Кто делает такие прозвища? Класье? Кто его дал вам? Один мальчишка миллион лет назад. Погодите, а Катажина не аранское имя? Ведь пришло даже не из Мунди, а из Граада. Родители были иммигрантами из Земской. У меня аранское гражданство. Все это, все, что я помню, это Аранья. Она ненадолго умолкает. Место моего, а моего отца звали Аласье. Ну вот, мы встретились, Катажина Аласье. Я продолжу называть вас Аласье. Я буду звать вас мисс танцовщица. Промолчать. Это имя, я так давно не произносила его вслуха, накачает головой. Она просто заполняет неловкую паузу, не может вынести тишину. Про мисс Аранья 37, наверное, тоже была неправда? Отнюдь, она улыбается дрожащими губами. Эту ленту и скиптер у меня никто не отнимет. А следует за ложка в армию. Ладно, достаточно. Она кивает, прямая спина напряжена, готова к любому развитию событий. А если я скажу, что вы арестованы? Ну я же ничего не сделал. Она опирается спиной на перила, на лице появляется вымученная улыбка. Ничего незаконного. Намеренное искажение важное для следствия информации. Крёбаные игры разума хватит. Воистину достаточно, друзья, да, будем мы теперь тверды и беспощадны, тверды и беспощадны, когда прижмём её к ногтю. Драма. Вы искали информацию важную, вы исказили информацию важную, если бы парни харди не признались, мы бы так ничего и не узнали. Вы подозреваемые в убийстве, заканчивайте с этими играми разума, ты кручешь пальцами, вы пойдёте с нами. Промышленный шпионаж. Так, я думаю, вот этого. Лейтенант достает наручники. Мы будем её арестовывать? Не надо, пожалуйста, её глаза округляются от страха, она пытается отступить назад, но отступать некуда. полёт длиной в два этажа до покрытой мозаикой площади. Если бы она могла, сбежала бы раньше. Такая хрупкая, беззащитная голос, тихий и усталый. Пофиг мне на её голос. Думаю, я знаю, кто это сделал, кто застрелил Лили. Я скажу, помогу вам. Надо было надавить сразу. Она что-то знает, что нам известно. Кто его застрелил? Она на секунду умолкает, как будто пытается заглянуть в себя в поисках уверенности, затем негромко произносит Руби. Почему думаете, что это была она? У неё ко мне были чувства с тех пор, как я познакомилась с низу с ребятами. Она довольно прямо заявила о том, что чего хочет. Она говорит, в сексе? И только она кивает. Я совершила ошибку, доверившись ей. Рассказала, что в бегах она начала защищать меня. Это переросло в нездоровые отношения. Когда я стала проводить больше времени с Лили, говорит она почти шепотом. Она просила меня порвать с ним. Говорила, что если этого не сделаю, плохо будет всем. У нас состоялся очень неприятный разговор, после которого мы вообще перестали общаться. Но... Не понимаю, лейтенант настроен скептически. Наручники по-прежнему зажаты в его руке. Что именно в этих отношениях привело вас на мысль, навело вас на мысль, что она романтично настроена? Она сказала, что влюблена в меня. Даже предлагала убежать вместе, когда я ей сказала, что скрываюсь. У неё начали появляться свои представления о наших отношениях. И вы её поощряли? Лейтенант прищуривается. Немного. Ну, знаете, мне было приятно такое внимание, но потом мне пришлось её отпустить, и это было непросто. Я начала сожалеть о правильном дружелюбии. Она смотрит под ноги. Мы, может, поцеловались, но ничего более. Похожу на Новозацкое. Это лишь догадки. Я знаю, как это звучит, поэтому я не хотела вам говорить. Она поднимает взгляд на тебя, но когда я спустилась вниз, она уже знала, что произошло. С твоих слов, опять же, она откуда-то знала, что Лили мёртвая. Её это совершенно не удивило, и когда мы поднялись сюда, она тоже была спокойна, как удав. Она тут всё отмыла, словно у неё был план. Знакомая территория. Помнишь, ты ведь её тоже выдвигал? Знакомая теория. Могло ли быть, что Руби заметила собственные следы? Это линчевание. Ты снова всё о том же. Самое ужасное, что это может быть правдой. Всё будет плохо, если вы не... Погим, что она... Она что, угрожала? Она пришла как-то ночью, пьяная, сказала, что превратит мою жизнь в ад. Мне раньше поступали угрозы, так что я вижу, когда человек знает, о чём говорит. Она профессионал, как иначе. Держит парни Харди в узде. После этого я пыталась закончить свои отношения с ней. Думала даже, что мне это удалось, но она смотрит в окно и на свою спальню. Страх до сих пор живёт в ней. Она резко вздыхает. О чём здесь речь? Она боится лишь ареста. Как же ей удалось его убить? Возможно, у неё был доступ на крышу. Она указывает на запертую дверь у окна. Видите ту дверь? Может, за ней есть проход в ней? Дверь. Следы. Дырка. Для наблюдения. А вот в это я готов поверить. Она могла попасть на крышу через эту дверь, выстрелить прямо отсюда, с этого места, где я стою. Снаружи было темно, я бы её не увидела. А затем незаметно проскользнула вниз. Вполне возможно. Интересная теория. Она знала существование этой двери. Вы выходили сюда вместе с ней? Да, конечно. Она часто бывала здесь. Ловила частные радиостанции, подключалась к кольцевой антенне. Она раньше приходила выпить со мной на крыше, пока это не стало странным. Ладно, с Робби разобрались. Ладно, и что? Арестовать обманщицу немедля? За что? Она рассказала нам много интересного. Она застряла тут надолго. Её тюрьма здесь. Посмотри вокруг. Не арестовывай ту, что лишь пытается помочь. Это, конечно, хорошо, но я всё же думаю, нам придётся арестовать. На всякий случай. Что? Арестовать её? Не позволяю избить тебя с толку. Подойти чуть поближе. На всякий случай, повторяю на срочный голос. После всего, пожалуйста, прошу вас. Наш мир сплошное говно, и я тоже говно. Я знаю, она нажимает руки в гулак, медленно сжимая сигарету, которая была с жаротами шпальцев. Но разве я не заслуживаю, чтобы меня отправили в моралитарность, стёрли в порошок, только за то, что я нарушила непристойность бухгалтерии какой-то международной. Намерена она держаться до последнего. Так. А чего вы тогда заслуживаете? Не знаю, она отбрасывает сигарету. Прости отведённые мне дни, танцуя в обнимку со сигаретами в бутылке и погрязнуть в этом говне, как все. Какие ещё у меня есть варианты? Повестка, которая обязует меня явиться в участок, иначе меня объявят в розыск. Вы можете мне выписать. Вовсе не обязательно арестовать меня прямо сейчас. Я больше не буду выходить по ночам. Обещаю, я буду здесь. Я знаю, что так можно. Просто позвольте мне прийти самой через пару месяцев или может через пару и даже через месяц. Всё, о чём я прошу. У вас есть нужный бланк, лейтенант смотрит на твой журнал. Ну всё, я так и знал. Ким тоже попался с потрохами. Мессир воистину. А что изменит пару месяцев или даже месяц? Они могут изменить всё. Она смотрит по сторонам. Город, правила экстрадиции, те, кто меня ищет, могут сами попасть в тюрьму, а может Ревашоль. Она умолкает. Может Ревашоль освободится. Может меня будут судить в общественном Ревашоле, в независимом государстве, которое мне не передает заключённых моралитерну. Свободный Ревашоль с шоссе доносится. Далёкий низкий гул. Огромная машина забивает сваи на юге. Ты чувствуешь, как у тебя по позвоночнику пробегает разряд электричества. Я бы не очень на это рассчитывал, говорит он, извиня наручниками. Что это было? Грядёт. Я тоже. Напрасно. Мир может измениться, как менялся раньше. Она смотрит на тебя, застыв на месте. Не этого ответа. Мессира она ждала от вас. Быть может, полагала, что вы какой-то патриот или коммунар. Это был её последний козырь. Она не знает, что ещё сказать. Решение за тобой. Ты один восседаешь на троне своего разума. Ой, что мне с ней делать-то? Она изворотливая, как ужа. Она врёт и вывирается. Ну, блин. Знаете, в чём прикол? Тит попросил её не арестовывать. А информацию мне нужно получить от Тита. Я принял решение. Она молча смотрит на тебя, на лице страх. Рот приоткрыт. Погоди, если ты её арестуешь, Ким повезёт её в участок, и ты до завтра останешься без напарника. Это не проблема, потому что... Потому что уже 18.30. Умолкни, он решает, принимает решение. Не смей указывать. Ким, я арестую её. Пора с этим завязывать. Я выпишу вам повестку. Если не эти участки, я вам уже ничем не смогу помочь. Я не буду привлекать вас к ответственности, пока не заставляете... Пока не заставляете. Знаете, в чём прикол? Я, наверное, выпишу повестку по двум причинам. Во-первых, Ким мне выдал реплику. Чувак, у тебя есть этот бланк, то есть он, в принципе, не против этого. Во-вторых, если я её не арестую, то, возможно, со мной будет разговаривать Тит, и мы сможем узнать больше полезного. Поэтому повестку. И она сама об этом попросила. Есть огромный шанс, что я об этом пожалею, что в конце концов она окажется каким-то огромным преступником, но... Чёрт возьми, есть шанс, что она и есть Руби. Есть шанс, что она и есть Руби, что она и есть тот самый восьмой парень Харди, и что не существует никакой классе, и... Нет, тогда Гард знал бы об этом. Погодите. Гард считает её постояльцем. Гард знал бы, что она Руби... Мне кажется, что... Чёрт с тобой. Ладно, повестку. Вы не пожалеете. Ощутимо, содрогаясь, она принимает бланк повестки и потом берёт себя в руки. Несир, возможно, совершили ошибку роковую. Возможно, а может и нет. Милосердие никогда не бывает совершенно напрасным. Аааа... Давайте снова вернёмся. Я буду здесь всё время, обещаю, и по ночам тоже. Я окажу вам любую помощь, расследуя. Через шесть недель обязательно. Я влюбил 41-й участок, убеждаёт она и добавляет. Обещаю. Про Руби мы поговорили. Хорошо. Давайте поговорим о чём-нибудь другом. Она очень-очень медленно сжигает очередную сигарету, как будто пришлось пережить встречу с тигром. Трепет. Низкие шансы. Идёт снег. Попробуйте снова, когда его не будет. Почему? Посмотреть на серое небо. Идёт снег. Я понял. И мне нужен трепет. У меня есть шмотки на трепет, кстати. Попробуйте снова, когда его не будет. Заставьте Тита сказать, где Руби. Побережье к западу от пирса где-то в тростнике есть буй. Буя. F5. Посмотреть на небо. Мне нужен трепет и мне нужно, чтобы не было снега. Хорошо. Давайте тогда, ребятушки, на этом мы будем останавливаться. Продолжим в следующей серии. Обязательно разберёмся с Буем. Обязательно поговорим с ней, когда не будет снега. Что очень интересно. Мне хотелось бы продолжить этот разговор. И нам ещё нужно будет сделать некоторые вещи. Опять же, принять на себя ответственность. У нас есть передатчик. Но это всё будет в следующей серии. Пока что на этом всё. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok